Телеканал КРТ представляет Конечно, венесуэльскому народу можно только глубоко посочувствовать, если его судьба так волнует Газдеп, украинцы могут подтвердить. Впрочем, весь цимис этой Газдеповской хуцпы по части венесуэльского золота становится особо рельефным на фоне того, что, согласно информации агентства Reuters, Центральный банк Венесуэлы подал в суд против Банка Англии, требуя вернуть хранящиеся там золотые слитки стоимостью более 1 миллиарда долларов. В иске от 14 мая, поданном в Коммерческий суд Лондона и датированный 14 мая, говорится, что власти Венесуэла намерены направить полученные средства в фонды программы развития ООН, которые помогут стране в борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Как указывается в документах, средства от продажи слитков должны пойти на закупку медицинского оборудования, лекарств и продовольствия для жителей Венесуэлы. Лондонский юрист Сараш Зайвала, представляющий интересы Центробанка Венесуэлы, заявил, цитата, «Проволочки со стороны Банка Англии серьезно препятствуют усилиям Венесуэлы и ООН в борьбе с COVID-19 в стране». Конец цитаты. Напомним, что в январе сего года Банк Англии отказался выдать Венесуэле 1,2 млрд долларов золотыми слитками. Согласно источникам агентства Bloomberg, это решение было принято британскими властями под давлением главы Госдепа Майка Помпео и тогдашнего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Формальным основанием для невыдачи стал факт признания Лондоном в качестве легитимного, самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайда. Всего же в Банке Англии хранится 80 тонн венесуэльского золота. Ну а относительно якобы вывоза золота, посол Ирана в Каракасе заявил, цитата, «Информация о перевозке 9 тонн золота из Венесуэлы в Иран в обмен на топливо на 100% является неправдой. Ведь существуют и другие способы клиринга. Экспорт нефти в обмен на товары, продукты, кофе, какао и множество другой продукции». Конец цитаты. Конец цитаты.